Даро, дружище! Давненько я ждал этого проекта, помню увидел анонс, трейлер и ахнул. Наконец-то, игра про брутальных ковбоев в форме, которые месят вампирскую погонь направо и налево. Да, линейная, да, игра буквально ведет тебя за ручку, но мне это максимально зашло, потому что по завершению остается крутое ощущение, будто посмотрел старый добрый боевик. Плюс, для меня показателем было, что изначально я присел всего на пару часиков, в итоге еще 9 в нем провел просто невылази. Куча оружия, мяса, крови и стилистика запада. Что еще нужно для хорошего времяпрепровождения? Без повесток, дилемм, у кого что болит, кто что не понимает и прочие вариабельности. Для меня игра условно в голове разделилась на 3 части. Первая, это геймплей боевки с кучей фана, с использованием всевозможного оружия. При этом, что мне понравилось, что сам интерфейс позволял все видеть во время боя, и при этом максимально в удобном формате применять, в зависимости от того, что ситуация предполагает. Второй блок, это катсцены, которые, как по мне, мое почтение сделаны хорошо, и вполне неплохо погружали меня в состояние, похожее при просмотре боевика. Да, сюжет здесь не замороченный, максимально топорный и прямолинейный, но почему-то, тем не менее, он все равно интересен. Ну и третий блок, это головоломки. Даже не знаю, стоит ли их называть так, потому что они были максимально простыми. Ну типа, ткни то, добеги туда, залезь туда, подвинь это. Но по мне, это тоже важный элемент был, потому что как раз позволял в периодах между боями немного снизить темп, немного отвлечься, выдохнуть, и с новыми силами на контрасте еще большим желанием влиться в новый бой. Что еще круто, игра немного поломала для меня шаблон ковбоя, потому что обычно ковбой это кто? Шляпа, лошадь, стрельба. Да, тут этого хватает, но при этом здесь большой упор сделан на рукопашный бой. И это хорошая идея, потому что именно с помощью этого динамика была выжата на максимальный уровень. Пока ты стреляешь, поджигаешь, взрываешь, достаешь миниган и мочишь всех подряд, в то же время ты можешь своевременно переключиться на перчатку, заблокировать удар, притянуть себе противника, сделать к нему рывок и нанести серию крутых ударов. Поэтому если еще размышляешь, покупать или нет, мое мнение такое, лучше взять. Если денег нет, то хотя бы на торренте с ней ознакомиться, потому что игра очень хорошая. Даже если ты не захочешь смотреть сюжет, вообще не важно, геймплей настолько самостоятелен, тебе будет просто прикольно бегать, драться и все на этом. Но, если самому лень, а сюжетом ознакомиться хочется, то погнали. Джесси Рантье, настоящий мужчина, борода и мускулы с револьвером на поясе. К сожалению, в детстве он потерял мать, поэтому батька взялся всеми силами за наше юное дарование, что поспособствовало тому, что уже с десяти лет наш брутал мочил вампиров. И если наши воспоминания связаны со стрельбой в детстве максимум из палки или, может, даже рогатки в соседа, Джесси создавал вовсю дополнительную вентиляцию в телах чудовищ. Джесси и его старый кент Эдгар взялись за дело в подозрительном поезде. Слухи говорят, там человеческую кровь гоняют, да, в пати с ордой вампиров. Мы, как агенты, хотим все-таки груз перехватить, да и по жопке напинать тем, кто такое творит. Плюс узнаем, кто виноват и с кого спросить. Наша пара и еще те любители побомбить, потому что они придумали идеи лучше, чем просто взорвать железнодорожные пути, дабы остановить летящий поезд. Уверенно обойдя обрыв, спускаемся в самый низ, где появляется, кто бы вы думали, хотел бы я сказать вампир, но не совсем, это скорее одна из их кукол, в миллиардов. Однако да, они тоже в гробиках тусуются обычно. Всем уверенно напнув, на пути встречаем бедолагу, чья вся суть заключается в том, чтобы научить нас пулять мелких мобов, как пушечное ядро куда-либо. Например, вот в такие острые сооружения. Прикольная на самом деле механика не раз пригождалась в бою, особенно когда перед тобой толпа мобов или же какой-нибудь элитный моб, в которого с большим удовольствием влетает эта маленькая котлетка. Ну и конечно в дальнейшем нам встретился элитный моб, и их в будущем будем убивать пачками. Но первая наша встреча была максимально приятной. Месиво, пули, сочные звуки боя, да, вот на, просто сам послушай. Месиво, пули, сочные звуки боя, да, вот на, просто сам послушай. А вот и Честер, еще тот собакин. Нам нужно выяснить, где Шабаш будет, и Честера, наверное, обычно сложно разговорить, но солнечные ванны по канону решают вопрос. Welcome to Belmontville. Ну и Честера необделим. У него повышение, теперь он наш проводник. Отправились туда, попутно погрузившись в шахты, предварительно получив свой арсенал винтовку, чьи выстрелы будут радовать мои уши на протяжении всей игры. Вампиры-то, кстати, тут почти маги какие-то. Умеют ставить барьеры, которые просто так не преодолеть. Тут эти барьеры называются морок. Пробраться-то сами через него не можем, но вот Честер из гробика тут нам пригодился. За барьером нас ждет целый храм, который кровососы отстроили непонятно как и когда. Но все же они это сделали. Да, к тому же, видимо, они тоже играли в контрол, ибо, ну, это ж прям пирамида из финального босса с братишкой Джесси. Кстати, героиню-то главную тоже Джесси звали. Кстати, вот сейчас подсказка появилась в право верхнем углу. Там как раз видос по контрол-дополнению, который я делал. Так что рекомендую. И вот добрались до цели. И застали разговор, где один из благородных вампиров, Петер Диабану, втирался родичам, что люди-то могут и умеют. Силу пара и молнию уже обуздали. Так что глядишь и вовсе нас истребят. Так что нефиг войны ждать. Надо нанести удар первыми, а только опять же. И удар может увенчаться успехом, ведь у него есть козырь в рукаве, который позволит контролировать обращение, что даст возможность вновь доминировать и показать, кто тут босс оф зе джим. С ним же, кстати, какая-то девчонка стояла. Фелисти зовут. Которая с, ну, очень серьезным лицом. Прям максимально карикатурная. Чисто я злой, потому что зло это я. Я буду всегда злой, не зли меня. А еще она, ну, прям очень сильно напомнила куклу Чаки. Ну, сам посмотри. Ну, это же она. Слова Аббана не особо вдохновили совет, так как контроль обращения считается не по понятиям и карается смертью. Фелисти, в свою очередь, кричит, что раз не хотят нас слушать, мы их сами заставим и совет удаляется. Нет, они, конечно же, не испугались Фелисти, просто наша брутальная тушка в форме вошла в здание. Жеги в форме! Если честно, не совсем понял, почему Джесси ждал, когда подходил в упор к вампиру, но, видимо, задумался или еще что. Благо, с нами наш Кент Эдгар, который засадил в вампирюге свинца, ослабив хватку, после чего Аббана получил смачный апперкот от Джесси. Далее наш жидкий пацан Аббана сливается с лужей крови и становится большой летучей мышью, предвещая замес с мини-боссом. Вот вам пару кусочков, как я рачу. Мне нравится. Как минимум, звуки боя, музыки, да и сам геймплей, это просто прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аббана повержен, а его головеха уезжает с нами в виде трофея. Надо же как-то показать батьке, что мы уроки в школе не прогуливали. Уходя за одной, и храм подорвали не менее красочно, чем железную дорогу немного ранее. Вот и поместье. Штаб-квартира Института Рантье. Знаменитая организация охотников на чудовищ, которой руководит наш батя. Батька к тому моменту вовсю готовился к презентации новой бомбы пушки-колотушки, которая эффективна как в бою с вампирами, так и при разрушении барьеров, которые ранее без вампира Честера преодолеть мы не особо могли. Диалог с батькой не то чтобы приятный, ведь по натуре я бунтарь, а отец хочет, чтобы мы вскоре заняли его место, что для нас значит прозябать жизнью канцелярской крысы, что такая себе альтернатива, поскольку чуть-чуть бегать-мочить куда веселее. Вот и презентация. Первое слово берет Хэроу, помощник министра обороны, который всем своим видом, поведением просит посадить его на ружье и сделать пару предупредительных выстрелов. Закончив свою браваду, берет слово Уильям Рантье, рассказывая о своем изобретении, что теперь-то всем гаденышам будет капец. Все благодаря улучшенной перчатке полевого агента, неказистым названием хлопушка. На слух, конечно, максимально безобидно, но в бою это что-то с чем-то. И казалось бы, все круто, но какая презентация без показа функционала перчатки на практике? Поэтому в наш институт врезается дирижабль, напичканный с ворой вампирюк и их прихвостней. Первый файтинг с хлопушкой. Прекрасно. Она дает блок, дает притянуть врага или сделать рывок самому, и в завершении накинуть шок, чтобы произвести мощную, быструю серию ударов. Выбравшись из развалин, встретили Эдгара, который не особо в курсе, где наш батя. Но что он точно знает, что батька хочет, чтобы уничтожили архив института. Много там полезной информации, до которой чудища не должны добраться. По пути наткнулись на погреб с оленями, закрутками и головами вампирюк в банках. Очевидно, они могут существовать и в таком виде. Затем далее, произведя в следующей комнате пароманипуляции, подожгли газу и пара валить, пока последующий взрыв не загреб нас с собой. На выходе, пробираясь через здание, в тени огней обнаружили батьку, которая огромное чудище знатно швыранула прямо к нам. Эдгар его подхватил и утащил, а мы пошли посмотреть, кто это. Это была Фелисити, которая пришла за головой Абана. Затем она, двигаясь при прыжку, накастовала в нас какой-то святой удар и рубанула. Казалось бы, нам каюк, и Фелисити уже злорастует, привязав нас с тентаклями или какой-то еще другой жижи к земле. Но не забываем про газ в подвале. И в самый подходящий момент происходит взрыв, что отвлекает вампиршу, а мы, прописав ей вторец, валим из дома. Садимся все в карету, где уже Эдгар, батя и Хэру. Хотя Фелисити не особо довольна, потому отправила за нами погоню. Но Джесси голова умная, понимая, что далеко мы не свалим. Поэтому стопимся в местном городке по пути и занимаем оборонительную позицию до наступления рассвета. После чего уже отправляемся в Калика, где можем найти убежище и помощь. А что нужно для хорошей обороны? Конечно, новое оружие. И это стал обрез. Пушка мое почтение. Вблизи лещей дает знатных, пусть и имеет долгую перезарядку. Но тут надо тоже понимать, что здесь, по сути, практически любое оружие дальнего боя работает как условный навык. Патронов у тебя бесконечное количество, но ты можешь использовать оружие. Потратив патроны, оно уходит на перезарядку, как какой-нибудь скилл. Что ж, первая волна как зашла, так и была повержена, после чего нам повстречался элитник с щитом, которому его умеренно напнули. Вот и кусочек оттуда. Ах, дамит! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Затем забрались наконец-то на нужную высоту, так как именно там раньше всего появится солнце. И произошло интересное. Перчатка сделала из нас суперсоника, который крошит всех направо и налево. Гляди. Вот и солнце, спасены. Но батьку-то нашему все хуже, поэтому в быстром темпе рвем в калику. Там одна из ячеек института Рантье, где, кстати, самый высокий показатель спасенных гражданских на долю убитых чудовищ. Местный доктор Блэквелл. Главная крошиха. А главное, потому что единственная. Присев удобно, там же уснули, но нас разбудил инженер, который своей ручонкой тянулся к перчатке. Инженера звали Вёрджил Олни, который похож на главного героя Лавана из Shadow Warriors. Его внешность и какая-то детская натура прям сразу отозвалась к Лавану. Прекрасная, кстати, серия игр, и когда-нибудь обязательно о ней расскажу. Кстати, внешнее сходство мне кажется неудивительным, ведь все эти игры одна и та же студия разработала. Вполне возможно, они использовали внешку Лавана для инженера, как отсылку к одному из своих проектов. Так, возвращаемся к Вёрджилу. В общем, он в восторге от перчатки, и нам надо её починить, чем Вёрджил, само собой, будет заняться только рад. Эрроу все силы бросает на то, чтобы найти козла отпущения, а то, как так получается? Он, значит, приехал, думал, презентация, Лавров хопанёт, а в итоге какая-то мелкая девчонка весь праздник попортила. Но его вроде как переубедили, что ячейка в калика не такая уж и дыра, тут лучше инженеры, так что уничтожение плота по борьбе с вампирами ещё не крах всего. Кэррол сваливает, а мы вновь обсуждаем судьбу перчатки, ибо без неё с Фелистией особо не повоюешь, так как она была, скажем так, неполноценно повреждена, и надо её починить. На её ремонт Вёрджил говорит, надо примерно две недели, а то и месяц. Мы же думаем о том, где откопать Фелистии, поэтому отправляемся к перевалу дьявола, куда ведёт её след, откуда много слухов о неизвестных формах вампиров. Кому же там затерялся Блум, лучший эксперт по кровопийцам, уже как пять дней, поиски которого попутно тоже являются нашей задачей. Довольно вредные собаки, потому что простой стрельбой из револьвера ещё надо умудриться их задеть, ибо они умеют уклоняться, что круто, так как вводят новые условия боя и требуют больших усилий, практически заставляя переключаться на ближний бой. Забираясь всё дальше и дальше, напоролись на нового чудилу, что умеет под землёй носиться. Назовём его Крот, и даже не знаю, что большая проблема, его навыки или вонь, которая стояла тут от трупов, но ему само собой тоже напнули по самой неболой. Огляделись и нашли Бума кучу трупов. Что ж, надеясь, ему там было удобно. Он пояснил, что прятался от фамильяров, подобных тем, что сейчас убили. Что особенно странно, как фамильяр из формы человека мог превратиться в такое чудище. Судя по происходящему, эта тусовка тут была для перевозки каких-то мелких и вёртких созданий, привезённых с лесопилки Макалом. Отправившись обратно на базу, пошли почесать языками с дружище Эдгаром. Его беспокоит состояние нашего бати, и не похоже, что клещи оказались у нас только ради головы Абана и желая разнести логово. Возможно, реальная причина кроется куда глубже. Как минимум, наш израненный батя выжил, и учитывая его ранение, возможно, он уже не человек, а фамильяр. Ведь всё-таки странно, с чего бы это ни, пробравшись в институт, так просто дали бы свинтить её основателю и сыну. Всё-таки, когда вампир обращает человека к фамильяра, это создаёт некую связь. Проще говоря, в разум нашего бати этот вампир мог проникнуть и наблюдать за нами через него. Более того, управлять им. Плюс, батька же оружие против них главное разработал, ту самую перчатку. И через него они могут узнать, как нам напнуть, лишив главного козыря. И все эти рассуждения, конечно, интересны, да только проблема в том, в обращении любого приказ всегда один. Пуля в торец. Возможно, есть выход. Пока отец не превратился. На озере Моррелла есть растение, из которого планировали сделать лекарство от обращения. Джесси хотел бы сам сгонять, но Кент решил, что лучше пойдёт сам. А мы останемся тут, на всякий случай, и поглядим за Блэквелл. Блум и Блэквелл обсуждали то, как размножаются клещи, то есть вампиры. Так вот, ранее клещи размножались за счёт обращения фамильяра. Это, конечно, происходит не быстро, но зато точно получишь желаемый результат. Проблема в том, что сейчас объявился новый вид, который размножается с гигантской скоростью. И всё бы было круто для них, да только это скорее шаг назад в плане эволюции, так как получаем кучу глупых и отбитых существ. Траку Малфой одобряем. Вонючая грязная кр... Чтобы узнать наверняка, надо бы наведаться на лесопилку Макалума. Только для начала нужно к Вёрджилу, ибо без рабочей перчатки на лесопилку не пройдём. Помешает морок, то бишь барьер. Нужно пару катушек из места, где перчатка была слеплена, тогда и сможем её починить. Поэтому дальше отправляемся на заставу института в Бэкстере. Но, понятное дело, легко не будет, так как её заняли вампиры. Оказавшись там, в вагонечках катушек не нашли. Но зато наткнулись на весьма полезный атрибут. Калечащий стержень. Очень приятная штука, которая позволяет всех в округе парализовать. Даже боссов. Что в итоге помогает пережить критичные моменты или сбить какой-нибудь каст и влепить серию ударов. Далее, спускаясь на лифте, двинулись запускать вагонетку, на которой с ветерком планировали спуститься. Приятный момент игры с элементами тира, который требовал своевременно стрелять по преградам, переключать пути, ну или иначе смерть. Единственное, что мне чутка не хватило скорости, я бы хотел чуть-чуть побыстрее этот момент, но всё же прикольная часть геймплея. Добрались в итоге до входа, включили свет и, скажем так, тут свой скелет шкафу, конечно, знатно вампиры припрятали. Ибо это скелет целого динозавра. Существо до колумбовых времён, которые местные называли пиаса. Короче говоря, существо мифологическое. Фиг знает, на кой чёрт этот скелет фелисити, но главное, катушки нашли и смогли быстро всё починить. И, конечно, раз получили апгрейд, возникает проблема, чтобы апгрейд этот протест. Пробегает Блум и говорит, что-то я там заигрался, и в итоге пару клещей из подвала как бы выбрались. Сустились в подвал и тестанули нашу ульту. Приятнейшее, конечно, зрелище. Раньше мы, конечно, и воспользовались, но случайно и больше не могли. Теперь мы можем вызвать её постоянно, только энергию успевай копить под это дело. Наверху уже данные подскочили от Эдгара по цветку и решили параллельно подузнаться, зачем могло понадобиться то гигантское скелетонища. В Блэквелл есть мысль, но её бомбит, что мы не допускаем к отцу Джесси. Так что диалог обрывается и переходим к докладу от Блэквелл. Она говорит, что огромная пиявка, что была найдена на перевале Дьявола, является своего рода сосудом, который переносит кровь и не даёт ей сворачиваться. Притом кровь внутри пиявки капец старая и не похожа ни на что, с чем сталкивались до этого. Но и получается, что Фелисити скармливает эту кровь своим фамильяром. Поэтому надо побольше узнать о лесопилке с этими пиявками и о том, как она связана с этими тварями. Лесопилка Макалума была семейным предприятием, основанным ещё в 1845 году. После смерти владельца лесопилку выкупил инвестор, представляющий группу финансовых услуг Андалусии. Это объединение банков, нефтяных месторождений, железных дорог и прочего. Очень странно, на самом деле, сделка до такой тусовки, ибо зачем таким шишкам какая-то убогая лесопилка? И вот наша первая встреча с мороком, будучи в перчатке. Как видишь, имея её, можем видеть чутка больше, что доступно обычному глазу. У морока всегда есть источник, причём не один, уничтожив каждый из которых, можно разрушить морок, чтобы продвинуться вглубь лесопилки. На пути встречается всё больше пиявок, что явно говорит, на верном пути. Опасения не были напрасными. В глубине леса нашли ещё одно доколумбовое древнее чудище, которое охотно облепили пиявки. Притом, судя по её внешнему виду, смерть чудища наступила совсем недавно. Тут я вообще прибалдел, потому что, ну, мало нам проблем с вампирами, да, и их какими-то недоразвитыми отпрысками. Так ещё и здоровые чудила, оказывается, в этом мире водятся. А в самой мякотке, кто нас ждал? Вампироглист. Или просто паразит, с которым сразились, собрав всю волю в кулак. Вот кусочек из этого месива. КОНЕЦ 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 После победы взяли образцы, и всё, что осталось, сожгли к чертям собачьим, красиво уйдя в закат. Вернувшись в Скалика, вручили образцы Блэквелл, облом полез за книженцией, где откопал, как зовут, то здоровое чудо. Звать её Миконак. Это одно из младших божеств в фольклоре индейцев-гуронов. Вот так уничтожили ещё одну фабрику по сбору крови. Вскоре диалог прервал крик Вёрджила из комнаты нашего бати. Ожидаемо, чуть не успеваем, и батя уже начал буянить. КОНЕЦ БЛАГО 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 понять, чего вообще ждём и что планируем сделать. Поэтому рассказали об Эдгаре, который отправился недавно откопать цветок, что поможет сделать лекарство. Блэквелл знатно угорел с наших фантазий, но Вёрджил нашёл аргумент, чтобы её немного убедить и успокоить. Всё отлично, у нас всего лишь один день на решение задачки, потому двигая на то самое болото за цветком и Эдгаром, который что-то тормозит. Пробираясь глубже, вышли к древним вратам, за которыми услышали голос Эдгара. Куда и пробрались. Пока Эдгар то ли Николса, то ли застрял в каких-то корягах, мы распинывали местную живность. Вот так же кусочек оттуда. Эдгар хоть и был ранен, но выглядел вполне бодро. Но главное, он нашёл нужный цветок, орхидея жизни. По возвращению в Калика подъехали не только мы. Ещё этот бедолага Хэроуна в своём дирижабле пригнал. Мы правда подумали, что нас Блэквилл сдала, но нет, она женщина с понятиями. Да уж, стыдновато мы себя повели, стыдновато. Сыворотка сделана, пора взбодрить батьку. Поймав приход в попытках изгнать из головы сущность в виде гномика, и прежде чем на утро вышла черепаха, наш батя ловит контакт с Фелисити и видит её глазами, что она в Диккенсоне. Но попытка скамы замечена в Фелисити, поэтому диалог дальше берёт она на себя. Все как обычно. Угрозы я тебе найду, вычислю по IP и так далее. Но Эдгард тоже не промах, ведь нет лучше способа изгнать лишние мысли из головы, кроме как бахнуть разрядом тока по черешне. Ну и прежде чем отправиться за Фелисити, придётся перетереть с Хэроу. Первое, что нам говорит Хэроу, это выражает соболезнование по поводу кончины отца. Блэквилл за эту историю конечно лайк. Однако, пока мы хотим за Фелисити отправиться, Хэроу приспичило отправить нас в Кингстон, чтобы забрали чемодан с важными документами. Мы ему поясняем, что он балбес и тратит наше время, которые могли бы потратить на отловлю главного противника, которая бы завершила всю войну. Но вместо этого мы будем шататься за чемоданом с какими-то активами. Хэроу такой «Окей, тогда в Кингстон отправляется Вёрджилл». Благо Джесси вступился и взялся сам за эти документы. Отправляемся на нефтяные месторождения Кингстона, чтобы как отбить их, так и забрать какой-то важный чемоданчик. Это нефтяное месторождение тоже выкупила группа финансовых услуг Андалусии. Те самые, которые, например, выкупали листопилку с чудищем в глубине, что уже нам говорит о многом. В общем, это явная ячейка вампиров, прикрывающаяся солидным капиталом. А в чемодане, как оказывается, список активов Андалусии, заполучив которые, нам явно станет проще вычленить все предприятия, что выкупили эти клещи, чтобы им нахлобучить. Вот и бухгалтер, у которого те самые документы. И все было бы круто, да только Хэроу Чепух, который нам наврал. Документы он хотел не чтобы их слить правительству и показать всем, что вот, вампирюги, они мутят свои дела, давайте им наопнем. Он просто хотел забрать себе эти активы о чем мы говорим Хэроу по возвращению, что он попутал берега, но тот не особо и отмазывался. Затем решили его чуть-чуть придушить для удовольствия, да только его кокнуть вообще нам не на руку. Он же теперь министр обороны. Да и там какие-то аргументы были, что президенту будет пофигу на наши аргументы. Отец там уже казалось бодрый и вовсю участвует в дискуссии с Вёрджилом по поводу улучшения перчатки. Правда, Батюня все равно довольно странно себя ведет как какой-то воодушевленный школяр, что не совсем свойственно его обычному ворчащему состоянию. Плюс у него даже слух обострился. Но да ладно. Будем надеяться, что все с ним в порядке и двинем наконец-то к Фелисити. А картина там, мягко говоря, удручающая. И вот она, Чабака. К нашему приходу она уже заперла кучку людей в церкви, злобно посмеялась и отпускать их не хочет, потому что хочет барбекю. Кидывает нам тираду, мол мы не такие, как вы, жалкие людишки. Люди строили империи, не думая о простых рабочих, которые отдавали жизни за все это. Это ведь и есть истинный вампиризм, но даже сами вампиры не позволили бы себе никогда бросить плачущих детей помирать в канаве. После чего устраивает эффектное файер-шоу с местными жителями. Бернингмен отдыхает. Тем Фелисити пропадает, а мы напинываем оставшиеся кучки. Но мы догоняем Фелисити, а она опять свой творческий вечер начала. И появился босс, который видимо охочет лещей. Движение клещами этого босса сразу мне напомнило момент из Гарри Поттера, где он паука изображал. Как я пинал босса, вот тоже нарезочка. Движение клещей. Движение клещей. Движение клещей. Подписывайтесь на мой канал. Движение клещей. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По завершению, сила Чидории позволила добить Фелистии, которая отныне и не стала. Ну, точнее, как не стала. Взрыв был большой вроде, но ее тело в форме человека все еще валялось. Может устала, может умирала, может спала, непонятно. А тут и ребятки с президентом и Хэроу подоспели. Правда, Хэроу опять теряет нам какую-то дичь, хвалит нас, говорит президенту, что все под контролем, благодаря его управлению институтом Рантье. Но Блэквилл делает красоту. Дает чапалах ему и рассказывает все его косяки президенту. Президент тут красавчик. Все верно рассудил, Хэроу идет курить, а Блэквилл и Джесси теперь получают неграничные ресурсы для развития и уничтожения супостатов. Конец. В оконцовке что я могу сказать? Игра бомба. Пофиг на линейность, пофиг на смысл. Прекрасный геймплей боев, от которых не хочется отрываться. И учитывая то, что сюжет здесь максимально топорный, банальный, средний, тебе все равно интересно за ним наблюдать. За всеми этими перипетиями, рассуждениями между героями, конфликтами. Все это довольно забавно выглядит в совокупности. Просто боевик, от которого не отлипаешь и даже есть желание перепройти еще, чем я и займусь сейчас. Вместо того, конечно, чтобы пилить новый видос. Но думаю и найду время, чтобы запилить еще один, который в аккурат к новому году залью, наверное. Вывод о игре делай сам. Решай покупать или нет, бессмысленно рассуждать. Каждый для себя найдет свои причины. По мне это брутальная конфета, которую я давно хотел получить. Потому что подобных проектов прям не хватает в последнее время. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище. Спасибо. Спасибо. Спасибо.